Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Вы увидите большой рекорд-двигатель, тоже наверху, а сам насос действительно ниже. Российские блогеры высоко оценили уровень безопасности атомной станции. Впечатления простых, очень интересные. Смоленская АЭС помогает готовить кадры для атомной энергетики Беларуси. Масштабы производства, скажем так, они просто потрясают воображение. Педагоги смоленских школ и студенты на предприятии. Это дом молодых. Если вы посчитаете коляски, то в одном моем подъезде колясок, наверное, штук 9. Глава города провел плановый еженедельный обход. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну в целом в работе находятся 25 энергоблоков с электрической нагрузкой 19 070 мегаватт. Выработка составляет 99,8% или в цифрах 94 млрд 555 млн кВт-часов. Коэффициент использования установленной мощности 83,22%. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. Смоленская АЭС-3 энергоблока в работе. Суммарная нагрузка 2980 мегаватт. Существенных замечаний по работающему оборудованию нет. О ходе реализации проектов производственной системы «Росатома» на Смоленской АЭС доложил заместитель главного инженера Олег Ужиньязов. На прошлой неделе прошел управляющий совет по защите ПСР-проектов. Вот 12 ПСР-проектов прошли защиту. Также на прошлой неделе было подано 20 ППУ. Выработка электроэнергии за 27 дней июня составила 1,903,000,000 кВт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 264,000,000 кВт-часов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 10,4 млрд кВт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В том, что Смоленская станция совершенно безопасна, смогли убедиться российские блогеры. По приглашению концерна «Росэнергоатом» станцию посетили 10 самых активных интернет-журналистов-блогеров из Москвы, Перми, Владимира и Томска. Впечатление на самом деле трудно передать так сразу словами, потому что действительно настолько масштабное, красивое, высокотехнологичное сооружение. Я вижу своими глазами то, что здесь безопасно, то, что здесь все контролируется. Блог-тур стартовал в интерактивном демонстрационном зале информационного центра Смоленской АЭС, где интернет-журналисты совершили виртуальную экскурсию на атомную станцию. Погружение в мирный атом они продолжили на действующем энергоблоке. Посетили реакторные и машинные залы, понаблюдали за работой операторов Булочного щита управления Мозгового центра атомной станции. Телемные дивизионы Росатома, они, скажем, годом все больше и больше открывают дверь и приглашают блогеров, чтобы, соответственно, показать людям, донести обычным языком, что вот смотрите, как у нас здесь происходит, что все безопасно, что мы надежны, что мы лучше в мире. Авторов интернет-журналов интересовало, как обеспечивается ядерная и радиационная безопасность энергетического объекта, уровень квалификации персонала, отвечающего за важные технологические процессы, вопросы обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, аспекты экологической и природоохранной деятельности, перспективы развития предприятия. Мне интереснее было именно увидеть это самому, потому что какими бы хорошими и интересными не были рассказы других, свои впечатления – это все-таки гораздо другое. Интернет-журналисты также побывали в лаборатории внешнего радиационного контроля, осуществляющей наблюдение за уровнем радиационного состояния всех основных компонентов экосистемы региона. Они увидели результаты исследований, которые показывают, что радиационный фон находится на уровне естественных природных значений. Конечно, очень впечатлен технологическими всеми вещами, масштабами производства, если можно так сказать. Большое спасибо Росатому и сотрудникам Смоленской АЭС за теплый прием. После посещения атомной станции интернет-журналистам была организована экскурсия по городу атомщиков в Десногорску. Они побывали на мемориальном комплексе «Курган Славы», где отдали дань памяти воинам-освободителям, защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Посетили музей поискового движения. Специалистов паратурбинных установок для Белорусской АЭС помогают готовить смоленские атомщики. Уже четвертая группа студентов-ядерщиков Белорусского национального технического университета прошла производственную практику на Смоленской АЭС. Практика проходит на очень высоком уровне. Сравниваясь с другими станциями, нигде в зону контролируемого доступа нас не пропускали. Это своеобразный плюс. Студенты могут не только глазами своими увидеть, что это такое, но и ощутить, что значит находиться в зоне контролируемого доступа. Важным пунктом производственной практики стала ознакомительная экскурсия на атомную станцию. Молодые энергетики посетили машинные и реакторные залы, воочию убедились в высоком уровне безопасности АЭС и профессионализме персонала. Очень впечатлило то, что как организована безопасность на станции в целом, что и информативность. Здесь от различных плакатов, то, что безопасность превышает всего. За четыре года сотрудничества между Смоленской АЭС и Белорусским национальным техническим университетом уже 30 студентов прошли практику на Смоленской АЭС. Смоленская АЭС – инновационная площадка новых технологий. Такое мнение высказал доцент Смоленского государственного университета Демьян Валуев после посещения атомной станции. Ознакомительная экскурсия была организована при поддержке Смоленского информационного центра по атомной энергии в рамках отраслевого информационно-образовательного проекта «День учителя на объектах атомной отрасли». Все, что здесь происходит, это абсолютно безопасно. Впечатления самые благоприятные. Удалось действительно прикоснуться, если так можно выразиться красиво, к атомному сердцу нашего региона, Смоленской области. Мы увидели, как это по-настоящему работает. С основным производственным циклом атомной станции экскурсанты ознакомились в реакторном машинном залах и на главных циркуляционных насосах. Я поражена, потому что сами объемы, масштабы производства, скажем так, они просто потрясают воображение. И ты восторгаешься силой человеческой мысли, что нужно было придумать, рассчитать, построить, чтобы это все работало. Более полное представление о том, как работает атомная станция, педагоги получили на полномасштабном тренажере блочного счета управления в учебно-тренировочном подразделении. Глава Десногорска Вячеслав Сидунков провел плановый еженедельный обход города. Вместе с представителями депутатского корпуса коммунальных служб, управляющих компанией «Смоленская АЭС-сервис» и «МУПККП» он проинспектировал состояние благоустройства придомовых территорий и детских площадок 4-го микрорайона, оценил ход выполнения капитального ремонта многоквартирных домов номер 16 и 17. По завершении обхода Вячеслав Владимирович поделился журналистами перспективами развития Атомграда, рассказал о решении наиболее актуальных вопросов, стоящих на повестке дня. В перспективах мы видим, во-первых, продолжение жизни города и с продолжением жизни нашего градообразующего объекта. У нас есть запроектированные микрорайоны новые, это как пятый микрорайон на въезде в город, это у нас девятый и десятый микрорайоны, те, которые за плотиной у нас находятся. Сейчас мы заканчиваем оформление документов на землю, которую мы наконец получили от Министерства обороны, это седьмой микрорайон на въезде в город, в котором мы тоже будем проектировать и планировать городскую застройку, как малоэтажную, в том числе с выделением земельных участков нашим многодетным семьям, так и многоэтажную, в том числе используя государственные механизмы строительства доступного жилья. Сегодня идет строительство 44-го дома в 4-м микрорайоне, уже у нас запланировано, и сейчас мы будем объявлять аукцион на строительство нового многоквартирного 9-этажного дома под номером 47, также в 4-м микрорайоне, уже ближе к объездной. Поэтому строительство продолжается, город живет, город развивается. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Хороших вам новостей и всего самого доброго!